Накануне в Респрокуратуре прошла пресс-конференция по итогам работы за 2018 год. Главный прокурор Тувы Александр Боровков в первую очередь рассказал журналистам о деятельности угольной компании «Межигей Уголь» и мере реагирования по снижению содержания загрязняющих веществ в сточных водах из шахты. 26 декабря 2018 года прокуратурой Республики заявлен иск в Кызыльский городской суд, которым мы пробуем, или так скажем, предметом иска является возложение обязанностей на хозяйствующий субъект обеспечить соблюдение всех нормативов и не допустить нарушения природоохранного законодательства. То есть в своей деятельности юридическое лицо должно строго соответствовать тем нормативам, которые были с ними заключены при данной деятельности юридического лица. Так, например, статьей 56 водного кодекса запрещено юридическому лицу сливать сточные воды с нарушением предельно допустимых норм в какие-то водные объекты. Также на встрече были обсуждены вопросы несоблюдения Трудового кодекса страны. Как отметил Александр Боровков, прокурорами в 2018 году по обращениям граждан в ходе плановых мероприятий выявлялись факты начисления и выплаты заработной платы ниже МРОД, установленного для нашего региона. Более того, подобные факты выявления в бюджетных учреждениях. По искам прокуроров взыскано более 29 миллионов рублей с работодателей решениями суда. По иным мерам, не связанным с судебным понуждением, в ходе проверок прокуроров работодатели доплатили своим работникам недоначисленной и недовыплаченной заработной платы на сумму более 16 миллионов рублей. Нарушения прав человека, в частности детей, с ограниченными возможностями здоровья также попали в поле зрения структуры. Так прокурорами за прошедший год выявлялись нарушения прав детей-инвалидов на получение дошкольного общего среднепрофессионального образования и предоставления лекарственных средств. В четырех зональных учреждениях осуществляется дистанционное обучение ребятишек, детей-инвалидов. И, конечно, прокуроры выявляли, к сожалению, значительное количество нарушений. Это и связано с получением дошкольного образования, с получением среднего образования, специального образования. Это нарушения были связаны с непредоставлением возможности ребёнку-инвалиду обучаться на дому. Медикаментозное, первоочередное медикаментозное, значит, выделение медикаментов либо получение каких-то иных медицинских услуг. Прокуроры очень жёстко реагировали на данные нарушения. И в связи с применённым мерами реагирования в большинстве своих случаев эти нарушения устранялись. Но там, где не хватало наших полномочий, мы обращались с исками в суд для защиты прав детей-инвалидов. На завершение встречи прокуратура региона в лице главного прокурора Александра Боровкова за активное сотрудничество вручила журналистам благодарственные письма.